В момент, когда предстоящее российское наступление захлебнется, Российскую Федерацию может ждать смена правительства. Путин попытается обнулить проигранную ситуацию, создав новую политическую конфигурацию. Возглавить правительство может Дмитрий Медведев. Так считает политолог и политтехнолог Абаз Галямов. Почему Медведев, чем он выгоден Путину, об этом и поговорим сейчас с Абазом. Абаз Галямов, политолог и политтехнолог. Абаз, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Вот расскажите, почему вы сделали такое умозаключение, почему Медведев, так ли он хорош, так ли он эффективен и так ли он нужен Путину в будущем? Я еще добавил, так ли он трезвый. Но Медведев обладает одним безусловным плюсом, которым не обладает никто другой из членов путинского окружения. Медведев был не только в позе, в отношениях с Путиным не только в позе снизу, как все остальные, а в какой-то момент формально он находился в позе сверху. Четыре года он работал президентом и был формально, повторюсь, в главном стране. Его, во-первых, самого амбиции, во-вторых, его окружение подталкивало, давая ему, так сказать, бери власть в свои руки. Путин это знает, и Медведев сохранил лояльность Путину, и когда пришло время, кресло вернул. И, безусловно, никто другой не имел возможности доказать свою лояльность, преданность Путину столь эффективно, как это сделал Медведев. Соответственно, если говорить о доверии, о том, что он не предаст потом, когда станет главным, вот Медведев — это единственный проверенный вариант. Тоже, конечно, не сто процентов люди меняются, и если он не предал тебя вчера, это не значит, что он не предаст тебя завтра. Но, тем не менее, хоть какие-то гарантии, потому что в случае со всеми остальными Путин не пробовал давать им власть и не знает, как они себя поведут, окажись они в ситуации, когда они главные по отношению к Путину. То есть, например, легко быть лояльным, когда ты подчиненный. Понятно, это сервильность характерна для российского истеблишмента, российского правящего класса вообще на протяжении всей истории его существования. А в последние 25 лет тем более. И поэтому ничего особенного нет в том, что ты, будучи подчиненным, преданно загадываешь глаза и виляешь хвостиками. Ты докажи свою лояльность, когда ты главный. Никто не имел такой возможности, как Медведев. Значит, почему я все-таки решил, что это будет Медведев? Я просто, когда я вот эту схему сформировал, что вот попытка обнулить поражение, значит, создав новую политическую конфигурацию, я просто стал присматриваться к тому, кто в последнее время, в последние месяцы начал усиливаться. Я увидел, что это Медведев. В декабре, в конце декабря, Медведев, Путин ввел Медведева в качестве первого заместителя в так называемую военно-промышленную комиссию. Эту комиссию возглавляет сам президент, она занимается оборонзаказом. То есть, по сути, вооружением армии на сегодня это самая главная часть российской экономики. До сих пор этой темой рулил Мишустин и делал это, но точно не хуже, чем это делал бы Медведев. То есть, никакой необходимости вводить в эту тему Медведева, вот исходя из соображений повышения эффективности, точно не было. Мишустин, еще раз, как управленец, мягко говоря, не хуже Медведева. Значит, тем не менее, Путин, при том, что уже, повторюсь, Мишустин на этой теме работает, и при правительстве создан специальный координационный совет, который этим занимается. Значит, Путин вводит вдруг Медведева в качестве первого зама, переписывая ради этого положение у комиссии, там до этого должности первого зама не было, наделяя его большими полномочиями. И после этого Медведев там начинает, значит, прямо шашкой махать. Я почитал стенограммы, значит, ну там фрагменты стенограмм не целиком, ну, фрагменты, отчеты, в общем, то, что на сайте Совбеза висит. Он уже провел три заседания рабочих группы, которые он сформировал при этой комиссии. Но он там, знаете, вообще шурует восью, я вам советую почитать, любопытное чтиво. Там, например, членом, ну, руководителем, значит, оборонных предприятий, он, в буквальном смысле слова, угрожает тюрьмой за срыв оборонзаказа. Он говорит, смотрите, у нас статьи Уголовного кодекса, такие-то, 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 перечисляет их. Значит, и поэтому время у нас, так сказать, суровое, военное, поэтому, если сейчас будете срывать заказы, ну, имейте в виду, сядете. Вот, повторюсь, это, в принципе, работа правительства, это вторжение Медведева на поляну правительства. Мишустин это чувствует, и он, конечно, очень сильно сопротивляется. Там под Новый год развернулась прямо такая несуточная битва. Медведев был назначен, если не ошибаюсь, 26 декабря, а уже 30 декабря... Ой, Медведев, извините. Медведев был назначен первым замом в эту военно-промышленную комиссию 26 декабря, если не ошибаюсь, ну, плюс-минус день. И на плюс-минус день 30 декабря Мишустин, премьер, уволил руководителя аппарата этой самой военно-промышленной комиссии. Там такая интересная штука, комиссия вроде бы президентская, но ее документационным аппаратным сопровождением, а это, собственно говоря, основа успеха, да, занимается аппарат правительства. И там есть специально выделенный человек в ранге заместителя руководителя аппарата правительства, кире руководителя аппарата ВПК в этой военно-промышленной комиссии. Там на протяжении долгих лет сидел, значит, такой оборонщик опытный Боровков. И Мишустин премьер вообще-то уже три года. И все три года Мишустин вот этот Боровков устраивал. Но только как только Медведев зашел в эту комиссию, Мишустин Боровкова отправил на пенсию, хотя там пенсионный срок еще не вышел. Значит, почему? Потому что Боровков, в принципе, на него Медведев вполне может положиться. Боровков работал и при Медведеве, и с Медведевскими, и с самим Медведевым. У него нормальное ровное отношение. Он им, так сказать, вредить не будет. Он, честно, будет выполнять свою работу. То есть через буквально 3-4 дня после того, как Медведев туда зашел, Мишустин убрал, выходит для аппарата, а это, повторюсь, половина успеха, значит, три четверти успеха, убрал человека, на которого Медведев может положиться, и поставил туда человека, на которого Медведев не может положиться. То есть абсолютно своего ставленника, значит, Богдан Стешко такой, из человека, которого Мишустин работал в налоговой службе советником. То есть он прям конкретно совершенно пытается усложнить работу Медведева. Медведев в ответ сформировал рабочую группу. То есть и раз я не могу положиться, значит, вот на все целое, на всю комиссию, да, то я тогда создам узкое, на которое могу положиться. Он создал рабочую группу при комиссии, положение ему позволяло это сделать, и начал через комиссию работать. То есть, окей, широкое вы мне не отдаёте, я в узком начну работать. И там я буду ходить. Ну, и с аппаратной борьбой развернулась там такая вот, нешуточная, весь Белый дом там стоит на ушах. И, значит, ну, я, конечно, не исключено, что Путин просто сошёл с ума. И просто всё это творит просто потому, что, ну, он обезумел и не в состоянии там понять, что происходит вообще. Но это всё-таки вряд ли. И если в этом есть какой-то смысл, то он заключается в желании Путина усилить Медведеву. Ну, короче, когда я вот стал пытаться клеить, значит, если есть план замены премьеры и назначения нового, а я просто других вариантов у Путина не вижу, они все плохие. Это тот вариант, который он теоретически может попытаться сделать, чтобы спасти себя. Значит, вот я стал смотреть, кого он может поставить, но я увидел, что Медведев в последний месяц, повторюсь, ну, резко набирает обороты. И если в этом какой-то есть какой-то политический смысл, то он может заключаться в том, что Медведев скоро станет премьер-министром. Аббас, я вот, когда добрасывал реплику по поводу трезвости Медведева, спрашивал это абсолютно серьёзно, потому что человек, который страдает алкоголизмом и живёт в обычной семье, это горе для семьи. Руководитель государства, алкоголик, это трагедия для народа. На протяжении всех этих 23 лет фактически кремлёвские пропагандисты, а мы понимаем прекрасно, что это род Кремля, да, они всё говорят о том, что Ельцин пьяница, значит, пропил страну. Так какой тогда смысл ставить на должность президента, брать себе в преемники человека, у которого, ну, проблемы такие же, как, по твоему мнению, у твоего предшественника были? Ну, у Медведева проблемы с алкоголем были не всегда. Ситуации, когда он был президентом, когда он видел перед собой, так сказать, цель, когда он успешно реализовывал свои амбиции, он не пил, у него всё нормально было в этом смысле. Он, слухи о его пьянстве стали появляться, когда он пошёл на спад. Вот когда ему казалось, что всё его отодвинули, всё пропало, все меня презирают, вот в этот момент с горя он начинает пить. И в этом смысле есть надежда, что как только Путин ему вручит мандат, Медведев радостно потирая руки, начнёт работать и забросит алкоголизм. Мне кажется, что это очень дорогостоящая реабилитация от алкоголизма отдельно взятого человека, ну, дать ему должность президента. Ну, подождите, вы сейчас уже так пытаетесь с словами поиграть. Я не утверждаю, что Путин это будет делать для того, чтобы Медведев перестал пить. Ну, конечно, нет. Он сделает это по совершенно другим соображениям, и сходить я могу об этом рассказать. Но, значит, вы спросили меня про алкоголизм, и я сказал, что это может перестать быть проблемой. Во всяком случае, Путин на это может рассчитывать. Конечно, не оптимальный вариант. У Путина сейчас нет оптимальных вариантов. Смотрите, все те возражения, которые вы приводите, я сам могу привести, я могу ещё десятки их привести. Просто у Путина нет сейчас хороших вариантов. Потому что он себя окружил такими людьми, что там особо не повыбираешь, да? Ну, он слишком боится, что в ситуации, когда он уйдёт, давление с требованием, значит, выдать его в Гаагу будет настолько сильным, то, ну, там, многие могут его сдать. И он боится довериться вот всем остальным, просто потому что он не уверен, что они вот ему до конца будут лояльны. А что, если они притворялись всего лишь лояльными? Вот. А Медведев, ну, я повторюсь, он доказал свою лояльность хотя бы в какой-то степени. И в этом смысле вопрос личного доверия, наверное, для Путина первичен. И всё остальное, там, алкоголик, не алкоголик, там, я не знаю, гомосексуалист или там, нет, ну, это всё вторично. Как говорится, вот был бы человек хороший, лишь бы не предал. Абас, вот вы пишете, что Российская Федерация, её может ждать смена правительства в момент, когда российское наступление захлебнётся. Но оно уже, в принципе, год как захлёбывается. Киевщина, Харьковщина, Херсон, сейчас невозможность за шесть месяцев захватить Бахмут. Что должно такого произойти, чтобы красная линия, грубо говоря, была переедена, и Путин решил, всё, меняю, Мишустина на Медведева? Смотрите, я не являюсь военным экспертом. В данном смысле я вынужден полагаться на оценки других экспертов военных, там, в первую очередь, американских, института изучения военных британских и так далее. И подавляющее большинство из них говорят, собственно говоря, и украинское руководство Минобороны тоже публично это говорил, и Буданов говорил, и Литов говорил о том, что будет зимнее, большое российское зимнее наступление. Ну, то есть это не я придумал, про наступление говорили. Значит, теперь о политических последствиях этого наступления, о политическом аспекте этого наступления. Значит, раз Путин его затевает, наверное, он всё-таки верит в его результативность. Соответственно, передавать власть преемнику до того, как, значит, это наступление провалится, не зачем, потому что, а вдруг оно не провалится, а удастся. Зачем лавры победителя отдавать преемнику, если можно самому их получить? Да? Понимаете? Вот. Поэтому я считаю, что этого не произойдёт до того, как Путин почувствует, что наступление начнёт проваливаться. Вот в тот момент, когда оно начнёт... Даже не проваливаться, тут очень важен тайминг. Важно сделать это в момент, когда ты уже почувствовал, что оно захлёбывается, и удача не закончится. А остальным ещё не видно. А остальным это ещё не видно. И вот если в этот момент ты меняешь правительство, назначаешь нового премьера, он начинает массовую мобилизацию. 1 апреля у них будет готово технически всё к тому, чтобы провести следующую волну мобилизации гораздо более успешно. Там сейчас Минцифры дорабатывает новую сквозную базу данных, которая позволит гораздо более эффективно призывать людей. То есть укрыться человек не сможет от призыва. Зато тем, что отсрочки им положены, дети больные, дети у них и так далее, этих людей не будут дёргать. Потому что большая проблема осенней мобилизации была как раз, что призывали не тех, кого надо, и в итоге получалась куча скандалов. Короче, вот этот Медведев, значит, назначаешь его премьером, вручаешь ему право командовать силовиками. То есть это будет не просто технический премьер, каковыми были все премьеры при Путине, а будет такой полноценный политический премьер. Значит, прямо ему говоришь, что, значит, давай, до конца года у тебя есть время, выигрывай войну, и тогда ты выдвигаешься в качестве преемника. Вот в декабре выдвижение на следующие президентские выборы, выдвигаешься в качестве преемника, а я ухожу на пенсию. Значит, и он начинает делать все те действия, которые, значит, ну, не популярны по мобилизации, да, и это уже делается от его имени, а твоя связка с этими действиями уже всё-таки не настолько очевидна. Я не говорю, что 100% удастся избежать ответственности, конечно, нет. Но всё-таки появится другое действующее лицо, которое всё это объявит, будет мотивировать, почему это правильно, почему это важно. Ну, в общем, есть надежда, что виной Путина за всё это, ну, так сказать, уже будет она минимальной. И самое главное, вот когда захлебнётся окончательно, всем стало понятно, что, несмотря на все эти там действия, значит, наступление захлебнулось, то Путина уже нет, и при нём-то было нормально, при нём наступали. Да, как Медведев пришёл, что-то всё посыпалось. То есть Путину очень важно снять от себя ответственность перед собой, понимаете, очень важно, перед историей, что называется, перед вот этими пацанами из политбюро, типа Рутенбергов, там же совершенно конкретные пацаны, вот, которые, ну, такая, знаете, стилистика питерской подворотни, там слабость не прощают. Поэтому очень важно не выглядеть лузером вот в глазах российских элит. Пусть и Димон выглядит лузером. Да, тогда, в принципе, через полгода, когда всё будет проиграно, можно вернуться со словами, значит, эх, Димон, да, проиграл, так всё. Вот, и тогда есть шанс, чтобы, ну, ты попытаешься вот не нести ответственность за поражение, понимаете? Для лидера такого военного типа, сейчас последняя мысль, для такого лидера, как Путин, Путин военного типа, такого мачо, да, очень смерти подобно нести ответственность за поражение. А за неудачный выбор преемника нести ответственность можно, это гораздо более слабая ответственность. Да, позвольте уточнить вот что. Вы вспомнили о российских элитах. Скажите, есть ли у вас информация в самих российских элитах каким-то образом, вот этот транзит власти кому-то, обсуждается или нет? Постоянно обсуждается. Ну, то есть все понимают, что система зашла в тупик. И как это все будет, значит, как это будет все, вот, выруливать из этой ситуации? Ну, просто, простите, такое страшное эхо, мне очень трудно говорить. Если ваши звуковики могут решить эту проблему, я буду очень признателен. К сожалению, мы не можем этого сделать, но мы эхо не слышим. Если вам комфортно, можете продолжить. Нет, мне не комфортно. Но я буду пытаться, но просто я буду сбиваться постоянно. Значит, российские элиты без конца это обсуждают, потому что они понимают, что в целом ситуация движется в тупик. Вот, отлично сделали. Нет эхо. Значит, ситуация движется в тупик, и они, значит, ну, то есть они понимают, что без каких-то радикальных изменений спасти ситуацию уже не удастся. И поэтому понимание, что какие-то в этом году что-то очень серьезное там в России поменяется, оно есть практически у всех. И очень важно понимать, что когда Путин это проделает, ситуация в аппарате, который сейчас парализован ужасом перед происходящим, перед невозможностью выиграть войну, перед грозящим западом таким, ну, то есть ощущение грядущего военного разгрома, какой-то революции. Вот это все парализует аппарат, он работает из рук вон плохо. То есть не в треть даже, а на 10% от своей силы. И вот если Путин произведет вот эту замену, назначит преемника, и преемник начнет большую такую в аппарате, что называется, движуху, ну, то есть начнет менять людей, расставлять новых людей. Все начнут новые, так сказать, подметки рвать, пытаются доказать, что они молодцы, они эффективнее предшественников. Ну, то есть все-все это будут обсуждать. В какой-то момент аппарат вернется в свое привычное состояние. Это любимое дело российских чиновников обсуждать, кто кого куда назначил, кто с кем куда повышается, у кого какие отношения складываются с этими там. Как у Медведева будет с Володиным, как у него будет с Кириенко, как он будет выстраивать работу с губернаторами и так далее, и так далее, и так далее. И весь аппарат, ну, произойдет некая нормализация. Он вернется в свое привычное состояние довоенное. И вот этот нависающий такой экзистенциальный ужас перед каким-то грядущим концом, никто не понимает, как этот конец будет выглядеть, но все чувствуют, что он приближается. Вот он ослабеет этот ужас, да, и, в принципе, есть шанс, что аппарат расшевелится. И это вторая задача, которую решит Путин, значит, провернув вот эту операцию. То есть первая задача, он снимет с себя ответственность за поражение, ну, в какую-то часть, повторюсь, конечно, это не сработает на сто процентов. И второе, он, значит, расшевелит аппарат, заставит его работать нормально, ну, более-менее нормально, насколько это возможно. Значит, ну, то есть государство станет эффективнее, потому что сейчас оно крайне неэффективно, значит, это видно и на фронте, и в тылу, и как работает экономика, и как криво через пень колоду была реализована первая волна мобилизации. Вот, в общем, вот такие последствия, что касается вот элитной составляющей, о чем вы спросили. Спасибо вам большое. Абаз Галямов, политолог и политтехнолог, говорили о проекте «Приемник» и о возможном скором смене правительства в Российской Федерации, и о Дмитрии Медведеве, как его главе, возможном тоже будущем. Спасибо.